Боеприпасы? Конечно. Карапыш Игорь Юрьевич, первый командир полка этого связи, военно-морских сил Украины. А вы? Я, Раджуев Владимир Степанович, второй командир полка. Шамша Юрий Юрьевич, командир батальона связи, ветеран вооруженных сил. Мы пришли поддержать чисто морально личный состав, который остается верить в свои присяги. Нам, как ветеранам, это очень приятно. Приятно. Ну, сложная ситуация всего 100%. Боевой дух хороший. Боевой. Крепкий. Мы все принимали присяги на верность народу Украины. Поэтому поддерживаем своих бывших сослуживцев, наших соратников. И в Северный присяги. А что будете делать, если вот завтра начнутся боевые действия? Ну, это трудный вопрос. Лучше бы их не началось. Надо все делать, чтобы они не начались. Да, мы надеемся на то, что правопролития не будет. Потому что вот ребята стоят вот за вашей спиной. Это ребята морской пехоты 810-й, бригады морской пехоты, в которой я начинал службу в Советском Союзе. Нам нечего делить с россиянами. Здесь нет никаких гонений. У меня дети родились и живут в Севастопе. Что я буду делать? Жизнь покажет. Да, жизнь покажет. Может быть другой совет. Не совет, а просьба к российской стороне. Что мы братья славяне. Нельзя допустить здесь противостояния темы. Наверное, провокации будут. Потому что очень долго идет мирно все очень. Со стороны украинских частей мирно идет все. Люди хотят мира. Семьи все хотят мира. Что российских военных, находящихся здесь. Что украинские. В Севастополе нет экстремистов. У нас нет экстремистов, у нас нет бандеровцев. У нас нет розни вообще. Можно сказать, что каждый украинец, который любит свою страну, он есть бандеровец. По их логике. То есть человек, который любит свою страну, получается, что он экстремист. Он готов отдать жизнь, грубо говоря, за свою жизнь. Спасибо.